Солнечное, тёплое, счастливое. Начало лета дети отмечают прогулками по городу, тренировками в скейт-парке, а то и походами на рыбалку. Однако долгожданная свобода для ребёнка может таить опасность. По статистике детский травматизм в это время вырастает аж на 20%. Причём намного чаще в больницу попадают мальчишки. Тёплые дни. Дети выезжают на велосипедах, на скейтах, на роликах и так далее. Также начинается посещение водоёмов. Очень много детей поступало срезанными ранами стоп, кистей с неорганизованных водоёмов. Там, где они пытаются купаться, отдыхать, на Голубом озере, другие водоёмы. В итоге ушибы, ссадины, порезы, а то и переломы рук и ног. Сотрясение мозга тоже не редкость. Особую угрозу представляют стройплощадки. Здесь лёгких травм не бывает. Конечно, о безопасности ребёнка должны подумать прежде всего мамы и папы. Во-первых, необходимо, если ребёнок катается на велосипеде, на скейте, на роликах, ну это безопасность. То есть шлемы, на локотники, на коленники. Чтобы ребёнок даже при падении получил минимальные травмы. Проговорить с детьми о пересечении, например, нерегулируемых пешеходных переходов. Каждое лето они обходятся без падений малышей из окон. Родители проветривают квартиру, забывая, что москитная сетка защищает только от комаров, но не от несчастных случаев. Я хочу предостеречь родителей, чтобы они по возможности, если дети маленькие, если это высокие этажи, чтобы ставили предохранители, для того, чтобы окно не раскрывалось полностью. Кстати, по сравнению с 2021, в этом году детских травм заметно меньше. Однако врачи связывают это всего лишь с холодной весной. Чтобы лето оставило только положительные эмоции, самое время поговорить со своими детьми о рисках и о том, как их избежать.